Ну ладно, давайте зайдем издалека Друзья, какая вот проблема у шарообразной Земли? Вот скажите, подумайте Какая проблема у шарообразной Земли? Я вам скажу какая, я сейчас объясню Все слишком просто Ну то есть проблема шара в том, что он конечен То есть в том, что за ним ничего нет То есть шар ты выйдешь из одной точки, будешь идти, идти, идти И ты просто вернешься в нее, потому что шар, он просто конечен То есть на шаре за него нельзя никуда уйти То есть чтобы уйти за шар, надо построить ракету, улететь на другую планету То есть других планет живых рядом нет Поэтому ты никуда отсюда не денешься В общем, так и будешь сидеть на шаре всю жизнь, и этот, типа, твой мир То есть это вот, это проблема Проблема теории шарообразной земли в том, что Получается, что мир реально вот конечен Он вот такой вот, какой он есть, и как бы все на этом Но, друзья, неужели в вас нет Дух авантюризма вот этого? Вот этого духа приключений вот этого Когда вот раньше, там, мои плаватели, они плыли Искали край земли и так далее Вот что-то в этом есть, что-то резонирует такое, да? И вот шар, он как бы всех все устает Мы на шаре, значит, никуда не надо То есть если мы на шаре, значит, ничего не надо делать Надо сидеть дома, потому что все равно куда-то не выйдешь, ты никуда не придешь, то есть и поверить всем на шаре Это проблема теории шарообразной земли А если мы возьмем, например, теорию плоской земли Просто вот ради интереса, какие проблемы у теории плоской земли? Где край? То есть если земля плоская, значит, где-то есть конец, правильно? Это уже вопрос Если она плоская, то где она находится? Как все это выглядит? Это что, какой-то гигантский космический корабль? Как вообще все это работает? Как все происходит? А что такое солнце, если земля плоская? Что вот этот плоский диск вращается вокруг солнца или солнце вращается вокруг нас? То есть, например, плоская Земля, понимаете, в чем фишка плоской Земли? Она порождает вопросы. Она порождает массу неудобных вопросов, на которые, ну, просто нереально ответить. То есть, ну, не наука, никто. Они просто говорят, да вы идиот, вы ничего не понимаете, все это бред. Знаете, я в школе однажды только на одном уроке астрономии. Мне было до того смешно, когда я сидел на этом уроке астрономии. Там люди, они рассчитывают вот это вот там движение космических тел относительно друг друга. Они там сидят с умным видом, вот это все рассчитывают, да. И мне просто хочется спросить, это же все полная теория. Ну, то есть, у вас нет никаких практических доказательств того, что вы здесь все говорите, что это имеет смысл. То есть, это может оказаться полной херней, все, что вы здесь рассказываете на своей астрономии. Потому что все ваши формулы, все это может оказаться полной чушью. Это лишь теория, у этого нет никакого вообще, ну, практического обоснования и все остальное. Это просто на основе тупых учебников, которые ты прочел. Ну, то есть, это что, я не могу это посмотреть, понимаете? А плоская Земля, она рождает массу вопросов. Массу. Где мы живем? Почему здесь? Где край? Что там? Что за морем? Появляются все эти неудобные, сложные вопросы. И в этом, пожалуй, фишка, фишка того, почему мне нравится любая теория Земли, кроме шарообразной. Потому что шарообразная теория, она реально вот для идиотов. Потому что если, значит, Земля шар, значит, все понятно, все известно. Мы здесь живем, древние карты все фейк, все это фейк, все это неправда. О нас действительно заботятся, нас действительно здесь в этом мире все как есть. Да, люди друг другу враги, давайте враждовать, давайте страны делать. Хотя несколько, там сотен лет назад не было вообще никаких стран, мир был просто одинаковым, просто одним целым. Но как бы нет, это все, это все неправда. Шарообразная вот теория, она в это все не вписывается. Шарообразная теория, она не вписывается в правильное питание Она не вписывается в воздержание Она не вписывается в историю, она не вписывается в технологии Какое там атмосферное электричество, какие электромобили там 100 лет назад Это все не вписывается Какое яблочко на серебряной тарелочке Знаете сказку, да, детскую В детстве я с***л, яблочко на серебряной тарелочке И там земли показываются, то есть Айпад вам не напоминает? Яблочко, серебряный айпад На тарелочке серебряной Это все чушь, это все неправда Электромобилей тоже не было Но когда ты находишь фотки электрических самокатов, на которых вот сейчас все ездят в Москве, ты находишь в 100-летней давности старые фотографии, где люди ездят на точно таких же электрических самокатах, таких же. Но это все не вписывается в шарообразную землю, понимаете? Потому что если наврали тут, наврут везде. Везде наврут, потому что вранье, оно как бы порождает вранье, понимаете? Потому что эта теория, она не сочетается со всем остальным, понимаете? И вот отсюда начинаются все вот эти вопросы. И я бы хотел разобраться, я бы хотел узнать, как мы живем на самом деле. Какие вообще основные теории земли существуют на данный момент? Шарообразная, с ней мы уже разобрались. Плоская земля порождает больше вопросов, чем ответов, просто массу вопросов. Что еще есть интересного? Интересная теория это полая земля, то есть в смысле, что мы живем как бы внутри земли, не снаружи. То есть нам говорят, что мы живем снаружи шара. А полая земля, она о том, что мы живем внутри шара. И знаете, эта теория тоже очень интересна, очень классна. Во-первых, почему? Вспоминаем мультик Незнайку, где жили, собственно, внутри Луны. Да, вспоминаем такую фишку, как автомобиль. Ну то есть вот мы же когда едем куда-то на машине, да? Скажите, мы едем снаружи машины, то есть мы садимся на капот и едем? Или же мы садимся вовнутрь машины и едем, потому что, ну, вот это вот все ветер, грязь там, все, что может лететь, то есть чтобы машина нас от всего этого защищала, а мы сами были в комфортной, приятной среде, где тепло, кайфово, то есть интересно, да? И вот с точки зрения Земли, если мы находимся, получается, на шаре, снаружи шара, и этот шар летит там 30 километров в секунду в космосе, да, то есть, ну, это такое все очень сложно как-то все это, как-то все это дико в натуре. И Жюль Верн, интересно, Жюль Верн, Жюль Верн вообще фигни не пишет, я читал много произведений Жюль Верна, особенно по детству, и у него есть классные произведения, вот вроде «20 тысяч лет под водой», например, да, «Е под водой», очень интересное произведение, да, про подводную лодку, хотя их в те времена не должно существовать, да, Жюль Верн сделал огромное количество якобы предсказаний, которые все сбылись, но что если он делал не предсказания, что если он писал о том, что действительно существует, о том, что он действительно видел. И у Жюль Верна есть интересное произведение «Путешествие к центру Земли», где они спускались вовнутрь Земли, и там был целый мир. То есть это тоже интересно. То есть это либо под нами есть другой мир, либо мы живем внутри мира. Я не понял, что я хотел этим сказать. Но в любом случае, полая Земля, интересная теория, которая имеет место быть, я считаю, она часть большого этого пазла. И, скажем так, в фишке этой теории действительно имеют смысл существовать. Точно не могу сказать, какие, но у полой Земли есть какие-то причины. Есть вот эти интересные глобусы, например, старые, вы можете найти, которые, наоборот, как бы внутри. То есть там Земля раскрывается не снаружи глобус, как сейчас, а внутри. То есть вы можете погуглить их, посмотреть, вот эти вот внутри, когда глобусы, вот эти полые глобусы. Очень интересная вся эта задумка, очень классная. Кто это придумал, зачем это сделали. Опять-таки глобусы очень качественно исполнены. Что в таком случае является небосводом и вот всеми этими звездами. Очень интересная теория, которая тоже порождает массу вопросов. Теория полой Земли, вот это развивается, вот эти глобусы, полы. Это все очень интересно, интересная теория. Еще классная теория, которая лично мне нравится больше всего, это сотовая Земля. То есть это реально кайфовая теория. Вот мы с вами живем на Земле, правильно? Но в сказках детства мы помним, там говорится про 3-9 земель. То есть, что если земель много? То есть, мы живем на земле за 3-9 земель. Что если земель на самом деле тоже много? И если это сотовая земля, это очень интересная теория, вы тоже можете погуглить, что мы живем как бы в сотах, как в пчелиных, рядом с нами еще соты, еще миры, и этих миров очень-очень много, и этих земель огромное-огромное количество вокруг нас. И мы с вами живем, получается, как... Вы знаете, хороший пример. У меня дома есть попугаи. Два волнистых попугая, у них есть клетка, они в ней живут. Что если? Вот наш мир, в котором мы живем, весь, который мы сейчас знаем, это и есть попугайчья клетка. И мы с вами, как попугаи, живем внутри этой клетки. То есть, ну, она относительно больше попугайчей, но в целом суть ясна. Мы живем внутри этой попугайчей клетки. Та комната, в которой стоит... Нет, давайте тогда, попугайчья клетка будет странной, например. Это мне нравится. Мы живем, я живу в России, Россия это вот эта самая попугайчья клетка, то есть, сравнение, да, и мы вот как бы в ней, собственно, живем. Комната, в которой стоит попугайчья клетка, это весь мир в целом. То есть весь мир, все страны, все материки, это целая комната, в которой стоит клетка с попугаями. Но есть и другие комнаты, а за комнатами есть выход на улицу, а на улице огромный мир. Понимаете аналогию? То есть очень простая аналогия. Что если вот все примерно так и выглядит? Что мы как бы сидим, попугай, эти клетки, думаем, что все хорошо, и вот эта комната, это наш мир, в котором мы живем, вообще весь, и Австралия, и все-все-все тут. А если за это комнаты другие комнаты, а потом можно выйти на улицу, а там вообще огромный беззонный мир, гигантский. А почему нет? Нет, ну а почему нет? Почему? Потому что в учебнике написали, что Земля шар, и там ничего нет, и планет миллиард, но мы живем вот на одной обитаемой, а все остальные необитаемые, и ничего больше нет, что мы летим в космосе и не можем никуда выйти за пределы нашего мира. Сотовая Земля это крутая теория, это очень классная теория, но, конечно, там появляются вопросы, где, собственно, граница сот, почему она там, да, то есть как все это работает, есть масса исследователей по этой теме, тоже в интернете, вы можете посмотреть, почитать на тему всех этих плоских, сотовых, полых, шарабанов, всех земель, все изучить, масса информации, ракеты люди пускают вверх и лазают куда-нибудь, понятно куда, то есть все это очень-очень интересно. Но само наличие всех этих теорий достаточно такая классная штука, и я считаю, что у каждой из этих теорий есть только правда, потому что те, кто контролирует наш мир, они, как сказать, они не прячут правду прям досконально, они обычно кладут ее на достаточно видное место, и мы не видим ее сами, то есть у них такой подход очень грамотный, красивый, не как мы привыкли, то есть они подходят к делу очень так вот классно, профессионально, и это, пожалуй, очень-очень здорово. Что думаю я по всему этому поводу, какой теории земли придерживаюсь я, и какую теорию считаю наиболее близкой именно я, я вам скажу следующее. И лично я о своих фантастических сказках абсолютно не принимаю теорию шарообразной земли, потому что она замкнута, и в ней как бы все, ну потому что ее вообще в целом мне дали. В этом ее проблема, вот, поэтому я ее не принимаю, это лично мое мнение. Я верю древним картам, всяким разным, я верю тому, что нас действительно глобально обманули, материки имеют другую форму, и за тем миром, где мы живем, за теми материками, где мы живем, находится еще масса других материков, еще масса других миров, еще масса других, возможно, народов, и это да, это так и есть. Это мы как бы как хоббиты живем в своем шире, не выходим никуда, да, за границы нашего мира, но там на самом деле большой мир, о котором мы ничего не знаем, и все достаточно просто, нужно просто выйти и идти. Для этого, собственно, и строятся заборы, для этого и нас со школы приучают к тому, что мир именно такой, чтобы у нас не было вопросов, потому что если мир не такой, значит можно куда-то идти и просто уйти, да, и это все, я считаю, не нравится тем, кто управляет нашим миром. Поэтому смотрите, друзья, я считаю, что мы, скорее всего, просто в оккупации тотальнейшей, потому что это классно, причем нам построили тюрьму, но построили ее, скорее всего, в голове. Конечно, они строят все стены на физическом уровне, всякие там минные поля, отстреливают, возможно, убивают, а возможно и нет, но смысл в любом случае в том, что мы как бы оккупированы. Нас с детства приучили верить, что вот мир такой, какой он есть, то есть люди, понимаете, у них свои самолеты, у них миллиарды, у них власть, понимаете, и они не понимают, что они живут, что мир, он здесь не заканчивается, понимаете? То есть многие люди не знают об этом, у человека есть миллиард долларов, но он ест мясо. Какой толк от твоего миллиарда долларов, если ты ешь мясо? Просто, просто объясни мне, ты банальных вещей вообще не знаешь, которые, ну то есть вообще обязан знать каждый, каждый обязан знать. И то же самое с границей, ты как бы живешь здесь, все комфортно Когда человек, он более-менее умный в нашем мире Он зарабатывает деньги и как бы ни о чем больше не думает Потому что все вокруг начинают на него работать, у него ведь бабки, он такой поднявшийся Но вот эта тяга к знаниям, да, то есть она рубится А если, если края нет То есть, ну если ты выйдешь, пойдешь, уйдешь там в Антарктиду и дальше А там другие материки, а там все другое А что если, там даже нет никакой стены Что если мир просто так, просто не заканчивается на этом Просто он больше на самом деле намного, чем мы думаем Что если это просто так То есть и сила нашей оккупации только в том, что нам со школы как бы рассказали Да, что вот мы живем на шаре Мы сами не задумываемся об этом Что если они нам, вот так нас приучили И мы сами построили эти рамки в своей голове Мы сами решили, что вот мир такой, какой он есть И дальше ничего нет И мы сидим в своих квартирках, домах, своих городах И думаем, что дальше нет ничего Думаем, что здесь именно здесь хорошо, что здесь наш дом Что именно здесь вот мы и живем А если наш дом намного больше, если это лишь клетка попугайчей Или если это лишь комната, в которой мы находимся в этой клетке попугайчей Что если мир, он огромный Я верю вот в эту теорию Я верю в то, что мир совсем не такой, какой нам рассказывают Я верю, что он намного больше, намного интереснее, намного насыщеннее Я верю в то, что его захватили и выкопали Весь ко всем вообще просто, просто до ужаса Это факт, я верю, что нас держат за рабов в оккупации В моей фантастической сказке Но да, я в это верю Потому что только это имеет смысл И когда я записываю эти видео, я понимаю, что Ну а почему нет? Ну то есть страх лишь наш первый враг С которым собственно нужно совладать Справиться, какая разница, убьют тебя, не убьют Ты все равно возродишься, какой в этом смысл? А мне как бы здесь жить? А почему другие люди делятся со мной всеми этими знаниями? А я не могу поделиться Хочу, делюсь, все нормально Сами придумали YouTube, сами на YouTube поставили пирамидку Сами все знаете, кто все это создал Поэтому ну как бы, просто сейчас появился интернет, понимаете? Мы живем в уникальное время, когда появился интернет Но еще как следует не законтролировался На самом деле интернет был раньше И раньше были соцсети, несколько сотен лет назад все это было Они ничего не придумывают нового, никакой Марк Сукерберг Не стал супер гением-изобретателем, который что-то там спал Все это было, есть источники, которые пишут, описывают соцсети Несколько сотен лет назад, как они работали При этом, что люди подписывались на газеты друг друга Ну они более примитивным языком Но об этом написано в книгах, я много читал об этом То есть мир просто не такой, как мы знаем И вот я часто слышу такую вещь Ну да, нет, я слышу своих родственников, знакомых Как бы, ну хорошо, мир такой Например, нас всех обманули, нас держат в оккупации Материки не такие, мир не такой Что мне с этого, они говорят То есть человек говорит, что мне с этого, какая же это как-то влияет на мою жизнь Извини, как бы мне надо кушать, надо работать, у меня своя семья, свои дела Что это вообще меняет, зачем мне эти знания, какое в этом то, какая разница Вопрос в том, что просто, на самом деле, человек спрашивает о том, как с этим жить Понимаете? И я, знаете, я много читал об этом Развитие неприятно и больно Когда ты, например, отказываешься от мяса Тебе больно, тебе хочется есть всякую вот эту еду Хочется соли, хочется термички Но ты становишься здоровее каждый день, да? Когда ты воздерживаешься, это тяжело, тебе хочется секса и так далее Но ты видишь, как это улучшает твою жизнь, как ты становишься лучше И работа над собой, она требует труда, да И на самом деле, люди просто боятся этих знаний Они боятся меняться Они подсознательно знают, что все это правда Они подсознательно знают, что все это так, но они боятся тех изменений в голове, которые произойдут Если они примут эту правду за истину и просто смирятся с этим Если они поймут, что это действительно так Потому что, если это принять Если действительно мир такой, о котором я говорю Если все действительно так, то появляется просто масса вопросов Масса моментов, которые хочется исследовать, изучать, рассматривать Которые очень интересные И с этим надо жить Это надо принять Потому что это и есть мир Не надо верить в маленькую ложь, обнадеживающую Сидеть в своей маленькой попугайчей клетке и думать, что все хорошо Нужно расти, развиваться И развитие, оно не заканчивается тем, что ты сегодня сходил в тренажерный зал и пожал штангу. Это не развитие. То, что ты прочел сегодня одну говеную бизнес-книжку, это не значит, что ты развиваешься. Мир очень большой, безграничный. И такие знания, и эти знания, это вот про мир устройства, про историю, про воздержание, про питание. Все эти знания, они лежат просто на поверхности. Вы просто их можете найти в Ютьюбе. Массу всех этих фактов, массу подтверждений. Все это лежит прямо здесь. А что не лежит? А что такое есть, чего мы не знаем? Чего не лежит в Ютьюбе? Про что не рассказали? Там же просто, ну, там фантастические знания. Просто потрясающие. Очень хочется их узнать. Очень хочется во всем этом разобраться как следует. Это же интересное приключение. Это очень интересно. Где край? Что там за край? Что происходит? Ну, это же здорово. Относитесь к этому как к вашему приключению. Ничего страшного ведь не случится. Ведь это нормально. Ведь давайте примем это все как есть. Почему? Почему нет? Почему вы даже этого не знаете? Это же здорово. Ну, это моя позиция. Поэтому счастье в неведении говорят. Это придумали специально, чтобы такую фразу вообще в целом придумали неудачники. Потому что счастье, оно только в знаниях. Только знания делают твою жизнь лучше. Ты становишься лучше. Ведь счастье это такой, понимаете, это миг. Счастье это тот момент, когда ты получил то, что хотел, добился чего-то. И вот ты испытал этот миг счастья. Но буквально через миг ты уже недоволен. И тебе уже этого мало. Ты хочешь заработать много денег, ты заработал. И вот уже все. И уже деньги тебе не интересны. И вот то же самое, вот это счастье. Ты так хочешь выучить английский язык, ты выучил его. И как бы все. И ты к этому привык. И ты уже учишь следующий. То есть ты вроде так хотел съездить на море, попутешествовать. И вот ты попутешествовал. И уже счастье прошло в этот момент. Понимаете? И я к чему это? Потому что, чтобы получать счастье по-настоящему, в этом и есть развитие. Это все именно приносит счастье. Эти знания, они делают вас счастливыми. Ну, какой смысл счастья умирать от рака? Какой смысл счастья, когда ты болеешь постоянно, лежишь с температурой, с насморком? Разве это счастье? Счастье быть здоровым, быть активным, быть бодрым все время, энергичным. Счастье изучать этот мир. Вот это приносит настоящее счастье. И это очень-очень кайфово. Я это обожаю. И поэтому я веду этот канал. Потому что это здорово. Это здорово. Это реально очень интересно придумывать все эти фантастические сказки, рассказывать их вам. Давать правильные мысли, идеи, расширять горизонты. Потому что, если бы кто-то не рассказал об этом мне, я бы не смог рассказать об этом вам. И получается, что мы должны делать все это вместе. Люди, как бы, они братья, они... Мы все живем на этой земле, в этом мире. И есть еще и другие земли. И это здорово. Я в восторге от всего этого. Я просто дико кайфую. И знаете, в свободное от работы время образовательные платформы для каждого, где будут содержаться все реальные знания о мироустройстве, абсолютно всех моментов, которые только есть, которые только нужно знать каждому. Это первое, единственное и по-настоящему важное образование, которое должен получить каждый человек. И знаете, когда я занимаюсь сейчас этим, я кайфую. Я хочу сделать совершенство. Я хочу сделать самое лучшее, что я только могу сделать вообще. Я хочу, чтобы это было просто нереально офигенно. Потому что вы постоянно, вот вы говорите, вам там нужны пруфы и так далее. На самом деле вам не нужны пруфы, вы просто этим отговариваете, потому что все пруфы есть в интернете. Но чтобы это организованно донести, чтобы это подать как нужно, красиво, лучше, чем подают в учебниках, тогда в это поверит абсолютно каждый. И вот этим я сейчас занимаюсь. Это очень интересно, так что я занимаюсь созданием этой образовательной платформы, буду продолжать вести этот канал, цели тут миллион подписчиков, поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии, как вы считаете, что устроена наша земля, очень интересно, расскажите о своей теории, объясните, почему именно так, очень интересно услышать, может быть дадите какие-то полезные ссылки, полезные источники, чтобы еще побольше во всем этом разобраться, но мир потрясающий, мир очень большой и главное, никогда не забывайте об этом, никогда не забивайтесь в углу своей маленькой квартирки, в маленьком доме, в маленьком городе, в маленьком мегаполисе, в маленькой стране, в маленькой шарообразной земле, никогда не забивайтесь. На самом деле, простор, понимаете? Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok Добра. Добра.